Наш дом был настоящим адом. Так начинает свой рассказ одна молодая верующая женщина. Отец, будучи постоянно пьян, делал жизнь для нас самой невыносимой. Мы не жили, а существовали. За всю мою жизнь я не могу припомнить, чтобы у нас в доме хоть один раз было достаточно пищи. Отец все пропивал. Жили мы в самой бедной лачуге города и всегда в страхе перед отцом. «Часто в хмельном приступе отец жестоко избивал мою мать, а меня, несмотря на мой двадцатипятилетний возраст, он сек ремнем. За всю мою жизнь я ни разу не слышала ни одного ласкового слова от моего отца». В своем свидетельстве эта молодая женщина рассказывает о том, что ей было двадцать пять лет, когда она познала Господа, и что с этого времени вместе с матерью, которая уже несколько лет была верующей, они стали молиться за отца. Но после пяти лет непрестанных молитв и вопли к Богу, он ничуть не улучился, а стал еще хуже. В это время мать и дочь услышали о том, что Господь сделал для одного брата, после того, как он начал благодарить и славить Господа. Тут же мать и дочь решили поступить по примеру этого брата и обещали Богу, что они будут благодарить его за отца, таковым, каковым он есть теперь. В ту же ночь отец первый раз в течение многих лет пришел домой трезвым. И вот, что он рассказал им. Шел я по улице, когда внезапно кто-то положил свою руку мне на голову. Я сильно испугался, потому что мне сразу стало ясно, что это Бог, и Он не снимал свои руки с моей головы. Я понял, что Он велит мне молиться, и тут же между двумя зданиями я нашел место, где мог преклонить колено. В этот момент вся моя жизнь предстала передо мною, и мне стал так противен мой грех, что начало меня тошнить. Но чем больше я молился, тем радостнее становилось на сердце. С тех пор, рассказывает сестра, отец ни разу не коснулся алкоголя. А когда посмотришь на маму, говорит она, то подумаешь, что она на небе. И действительно, наш дом из ада превратился в настоящий рай. И все это началось, когда мы начали славить и благодарить Господа. Сколько раз приходилось слышать подобные свидетельства детей Божьих, которые получили чудные избавления, именно когда они возблагодарили и прославили Господа, будучи еще в мраке, не видя выхода из положения. Такое словословие Бога, Библия говорит, особенно приятно Ему. И при том, оно дает Богу возможность действовать в пользу словословящего Его. В послании к евреям мы читаем о том, что Иисус Христос однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой Своею. То есть Он раз и навсегда удовлетворил правосудие Божий, отдав Себя на крестную смерть, то есть на жертву. И потому не остается больше жертвы за грех, и любая попытка принести Богу какой-нибудь выкуп за свою вину, значит снова распинать в себе Сына Божий и ругаться над Ним, как сказано в 6 главе того же послания. Но как вы думаете, значит ли это теперь, что нам больше никакой жертвы не следует приносить Богу? Как вам кажется, что говорит то же послание к евреям? Помните, что сказано в 13 главе? Тут говорится об одной жертве, которую мы должны приносить непрестанно, не раз, или два, или три, но постоянно. И какая может быть эта жертва? Слушайте, и так будем через Него, то есть через Иисуса Христа, который принес однажды раз навсегда жертву за грех, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву, нашу жертву, жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Вы слышали? Жертву хвалы. Это возлюбленный и есть то, к чему все мы призваны – прославлять Бога. Вы заметили, апостол Павел не делает исключения. Он говорит «будем», этим включая самого себя. Вы поняли, кто это сказал? Чей это голос и откуда он? С какого места пишешь ты это послание, Павел? Мне кажется, что ты в заключении, в кандалах, и ты говоришь «будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Значит, и там, в сырой, холодной подземной тюрьме Рима, ты не забыл соорудить этот жертвенник твоему Богу. Притом, заметьте, Павел пишет эти слова верующим, которые были под тяжелым обстрелом гонителя. Преследовали этих христиан-евреев со всех сторон, как извне, так и изнутри. Враг их не щадил, и им Павел говорит «будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Да, пусть нас враг бронит. Мы же ответим ему жертвой хвалы нашему Господу и Богу. Дорогие братья и сестры, как обстоит дело с этим нашим жертвенником? Во-первых, проверим, есть ли он вообще у нас. Я боюсь, что у многих он вовсе не существует, у других он когда-то был, а сегодня лежит в развалинах. Возлюбленный не медля, ни дня, ни часа давайте восстановим разрушенный жертвенник Господу, как некогда сделал Илья, и воздадим Богу хвалу, чтобы не спал огонь Божьей любви в наши остывшие сердца. Дорогие мои, не в этом ли обкрадывали мы Бога, удерживая хвалу, которой Он один достоин? Как похожи мы на тех девять прокаженных, которые были истилены Христом, но не сочли нужным вернуться и воздать благодарность за полученное благословение, за исключением одного человека? Они получили просимое, они пошли, истиленными, но, увы, о девяти из них ничего больше не слышно. Как это характерно людям быть неблагодарными? Сколько благодеяний оказывает нам наш Господь? Каким обилием изливает Он свою милость на нас? А пропорционально сколько хвалы и благодарности воздаем мы Ему? За море благословения сколько капель славы принесли мы Ему? Подумаем об этом, дорогие мои. Тут интересно отметить некоторые детали в связи с этими десятью прокаженными. Вы заметили, что все десять пришли ко Христу с молитвой. Они просили Христа, чтобы Он их исцелил. Да, они все молились, но только один вернулся, чтобы прославить и благодарить Бога. Казалось бы, что те, которые умели молиться, способны были бы и славить Бога. Но не так. Молиться могут десять, а благодарить только один. Такова ли пропорция на практике? Не знаю. Но поскольку я наблюдал, мне кажется, что славящих Бога не очень-то много. Когда мы в беде, когда постигла нас нужда, тогда мы вопьем к Богу в молитве о помощи, но на словословие и благодарность у нас память весьма коротка. Не характерно ли это и многим детям Божьим? Большинство из нас молится. Но сколько из нас славит Бога, и при том постоянно? В каком состоянии наш жертвенник хвалы Богу? Если Он лежит в развалинах, не пора ли Его восстановить, дорогие друзья? Дальше отметим, что все десятеро не только молились, но все они имели веру. Они верили, что Христос смилуется над ними, иначе не пришли бы к Нему. И следует сказать, что вера у них была немала. Делаем мы такой вывод из того, что когда Христос повелел им пойти и показаться священнику, проказа была еще у них на теле. Но они пошли, и только когда они пошли, очистились. Их вера была достойна похвалы. И, как ни странно, из всех десяти только один вернулся воздать хвалу Иисусу за полученное истеление. Притом я вижу, что эти прокаженные были послушны Христу. Они пошли, как приказал им Христос, показаться священнику. Они могли возражать, сказав, с какой стати нам идти, когда проказ остается на нашем теле. Мы не пойдем, пока не увидим исцеление. Нет, они пошли, как велел им Христос. И воистину послушание их заслуживает похвалу. Да, этот евангельский пример нас упрекает. Он нам говорит, что большинство из нас молятся, верят и готовы на героические поступки. Но сопоставление с прославлением Господа нашего, как мы вялы и скупы. Но обратите теперь внимание на того одного иноплеменника, прокаженного самарянина, который вернулся и прославил Бога и возблагодарил Господа за полученное им благословение. Его пример говорит нам о преимуществе и вознаграждении тех, которые приносят Богу жертву хвалы. Словословище и благодарное сердце, как ничто другое, просвещает наш духовный взор. Можно смело сказать, что тот, кто славит Бога за все, видит и понимает то, к чему слеп и глух человек, не прославляющий Бога. Вы заметили, что самарянин прославил Бога и пал к ногам Иисуса благодаря Его? Этим актом благодарения и словословия он обнаружил то, что другие не видели, а именно, что Иисус Христос был Богом. Он Христу поклонился, Он Его возблагодарил, Он Его прославил как Бога. Ему открыта была тайна всех веков, что Христос был и Богом, и человеком. Да, лучший наш учитель, хвала и словословие. Много мы получаем наставления в молитве, дорогие мои, но больше в словословии и в благодарении Богу. Но, возлюбленные, самым чудным плодом Его словословия было то, что Он получил драгоценнейший дар, которого Он и не просил. Он прославил Бога, пал к ногам Иисуса и благодарил Его. И что в ответ на Его благодарность сказал Христос? Слушайте, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Благословляя Бога и хваля Его, Он получил самое драгоценное из благословения. Он пришел с десятью и просил о телесном спасении, о истелении проказы и получил это, как и остальные девять. Всем десятью молитва была отвечена, всем было дано по вере их. Они просили исцеления, и исцеление они получили. Просите, и дано будет вам, говорит Христос, ибо тот, кто просит, получает. Они верили и по вере получили, все они исцелились, все они очистились. Но, дорогие мои, когда мы славим и благодарим Господа, то Бог всегда дает сверх наших надежд, и чаша наша переливается благами сверхпросимыми и сверхожидаемыми. Поистину не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. И тут вы ничуть не нарушаете смысл текста, если добавите для прославляющих Его, ибо прославление Бога – высшее доказательство нашей любви к Нему. Когда мы славим Его, то мы жертвуем, мы даем, мы даем Ему нашу любовь. Вот почему словословие и благодарность – высшая форма молитвы. В обыкновенной молитве мы просим, в словословии же мы жертвуем, мы даем Богу. Но послушайте, как он, этот истеленный иноплеменник, прославил Бога. Сказано, что он славил Бога громким голосом. То есть он делал это с энтузиазмом, не кое-как, вяло, принужденно, где-то в укрытом месте, нет, но громким голосом во всеуслышание славил он Господа. Это возлюбленный говорит, что он все свое сердце вложил в прославление Бога. И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Вы заметили? Плод уст. Дорогие мои, пусть другие слышат нашу хвалу и благодарность Богу. Мы способны жаловаться, роптать, высказывать наше постоянное недовольство. Почему не превратить с Божьей помощью все это негативное, которое не только травит наш дух, но и сердца окружающих нас в благодарность и словословие? Скажи, мой друг, что Бог сделал для тебя, прослав Его твоим разговором. Когда мы ропшим, дорогие мои, то мы клевещим на Бога. Вы знаете это? Что сделалось народам, которые искушал Бога своим ропотом сорок лет? Они погибли в пустыне. Только двое из этого поколения, которые прославили Бога, говоря добрые о Нем, вошли в обитованную землю. Друг мой, Бог достоин хвалы. Не будем Его обкрадывать и злословить нашим недовольствием и ропотом. Начни славить Его сейчас, как это сделал исцеленный от проказа самарянин. Он тотчас вернулся ко Христу. Ты спрашиваешь, с чего начинать? Начни своего спасения. Благодари, что ты спасен, и когда ты начнешь, то припомнишь бесчисленные благословения, которые Он тебе даровал в жизни. Но благодари Господа и за свой крест, за то, что тебя удручает сейчас. Ибо Слово Божие говорит, за все благодарите Господа, ибо такова воля Божия о вас, что может быть яснее. Прими сейчас твердое решение, во что бы то ни стало, с энтузиазмом. Пусть другие об этом услышат, что ты стал одним из десяти, который прославляет Бога и благодарит Его. Скажи, Господи, с этого момента, с Твоей помощью, я хочу быть этим самарянином. Славлю и благодарю Тебя, что Ты мне поможешь. Мой дорогой радиослушатель, может быть, ты один из тех, который никогда еще не прославлял Бога. Оттого ли, что у тебя нет Спасителя? Но тебе не нужно остаться таковым. Господь Иисус Христос, Он Спаситель мира. Но Он только тогда станет Твоим Спасителем, когда ты Его примешь лично в свое сердце. Прослав Его сперва Твоей верой, а потом голосом Твоим воздай Ему хвалу, который один достоин. Будь этим мудрым самарянином, который, воздав Богу хвалу, получил полное спасение. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас, без замедления.